Глава 2. Книга тьмы. Первая книга Библии проклятых. Принявшие Бога, уверовали сами и уверили других в собственной ничтожности и беспомощности. Что ж, человек таков, как он думает о себе. Если он не надеется на себя, если он слав и ничт духом, он идет к Богу. Ему нужен тот, кто сможет все решить за него. И он привыкает, что от него ничего не зависит. И он привыкает, что без дозволения Господнего нельзя делать ничего. Что Господь следит за каждым его дыханием, за каждым поступком, за каждой мыслью. И нельзя из шагу ступить, не боясь искорбить Господа. Что же Господь дает ему взамен? Говорят, что помощь, говорят, что поддержку. Говорят, что жизнь после смерти. Только где эта помощь? Эта поддержка? Эта жизнь после смерти? Кто ее видел? Переживая величайшие муки и лишения, преданный Господь говорит, «Да Всевышний испытывает меня. Это Он пытает мою веру. И смотрит, достойна ли я Его и Его царствования». Так и подыхает весь в грязи и в ранах, не в силах возрубтать на Господа. Так и подыхает, храня надежды на несбыточный рай. Так и подыхает, не сумев осознать все бессилие Бога. Ибо есть у Бога не герои, а слава Его, а мученики. Ибо не мудрые говорят от имени Его, а убогие. Ибо, как говорит преданный Его, «Ас недостойный Господь ваш, Бог недостойный». «Познал ли ты Бога, человечея? Допустил ли Он тебя к своему сокровенному? Или все еще ведут тебя к Нему верные слуги и Его пастыри?» «Так скажу я тебе, что пастырь, верующий в Бога, подобен слепцу, поводырю слепых. Ибо Он сам не знает, куда идет, и пасту свою ведет за собой. Неверующий же пастырь, хуже подлеца, ведет паству к ложной цели, заведомо зная ложность уны, ведет всех, но сам не приближается к ней, ни на йоду. А может быть, ты ищешь Бога сам, не слушая ни слов чужих, ни советов, и только разум твой и чувства ведут тебя дорогой познания? «Тогда ты близок ко мне, ибо я ищу ищущих, ибо я жду пытливых, и однажды ты придешь ко мне, ибо рано или поздно ты поймешь, что путем Господним можно прийти в рай, но нельзя прийти к истине».